Основными цветами выбирают те, которые дают при смешении белый, и таким образом могут синтезировать наибольшее количество оттенков, то есть обеспечивают наилучший цветовой охват. Так сказал бы физик. А художники вынуждены были пользоваться теми пигментами, которые могли добыть поблизости. Опытным путем определили, что из красной и желтой глины и синей лазури можно получить все остальные цвета. Если краски смешать погуще, то даже получится черной, хотя и неубедительной. Но с сажей проблем никогда не было, и цветные краски для этих целей не использовали. Когда же речь зашла о промышленной печати, оказалось, что и сам принцип печати не подразумевает смешение красок. Они просто наносятся рядом мелкими точками, это называется арастром, и это дает ощущения иные, чем при смешении. Правда, идею с черным цветом печатники у художников все-таки подсмотрели, и печатают его отдельно от цветной триада. Триадой называют основные цвета, поскольку их три, а черный цвет, его не считают, он как бы дополнительный. Что касается аддитивного синтеза, то есть работы с лучами, то здесь цвета художников также не подходили, потому что в сумме не давали белого, и с оттенками тоже не задалось. Поэтому вспомним еще двух известных британских ученых, Томаса Юнга, который, кроме многих других своих достижений в науках, в 1802 году сформулировал теорию цветоощущения, согласно которой человеческий глаз имеет рецепторы, воспринимающие три цвета, красный, зеленый и синий, и Джеймса Максвелла, который полвек спустя предложил способ количественного измерения цвета. Из теории Юнга и собственных экспериментов Максвелл доказал, что основными цветами для аддитивного синтеза, то есть при создании цвета лучами, являются красный, зеленый и синий, а красный, желтый и синий белого вместе не дают. Используя эти основные цвета, в разных пропорциях Максвелл получал тот или иной оттенок и сравнивал его с образцом, таким образом, получив визуальное соответствие между образцом и созданным оттенком, можно было выразить цвет образца значениями интенсивности основных цветов, красного, зеленого и синего. Фактически, он создал цветовую модель, применяющуюся в фотографии. Правда, сфотографироваться в цвете он не успел. Мы не будем углубляться в теории, но я замечу, что и здесь не все так просто, как хотелось бы. Общий смысл заключается в том, что основными цветами для аддитивного синтеза выбираются те спектральные цвета, то есть излучение тех частот, которым наиболее чувствительны рецепторы нашего глаза. К устройству глаза мы скоро обратимся, куда же без этого. Так вот, утверждать, что это красный, зеленый и синий, можно лишь с некоторой долей условности. Подробнее об этом в других уроках этого модуля, когда мы будем говорить о зрении и восприятии, когда подойдем к вопросу цветового хвата. Субтитры создавал DimaTorzok